Всем привет друзья! В общем, слушая множество всяких разных блогеров, которые говорят о природном земледелии, экологическом земледелии или еще какой-нибудь придумывают земледелие, то, которое отличается от классического земледелия, ну, такое ощущение иногда складывается, что несут откровенный бред. Если дело касается каких-то деталей, то там реально какой-то бред, но даже бред можно услышать только тогда, когда вы, допустим, даже прослушиваете, ну, я неправильно сказал, не только тогда, а в том случае, если вы слушаете о причинах, почему, допустим, человек переходит с классического земледелия на вот то же самое природное земледелие. Это, допустим, выясняется тогда, когда вы человека спрашиваете, а что повлияло на выбор этого человека, который вот он решил, допустим, заниматься природным земледелием. Если вы внимательно все это слушаете, то можете, допустим, услышать в объяснениях такие, допустим, доводы, что вот ученые подтвердили о том, что, допустим, ресурс почвы, его гумус сокращается, да, и за последнее время очень сильно он сократился, и поэтому он решает, допустим, на своем участке проводить вот такие вот меры, которые приняты в природном земледелии. А какого хрена вообще, при чем здесь твой участок, если вообще ученые говорят, если, допустим, наши ученые говорят, то речь идет именно о черноземном районе, и те, допустим, меры, которые рекомендованы, да, по сохранению вот этого вот чернозема или гумусового слоя в черноземном районе, они относятся только к этим землям. Я уже не первый раз говорил, допустим, в спорах с людьми, придерживаясь этого природного земледелия, что те доводы, которые, допустим, они смотрят у других ученых, а особенно сейчас, модно сейчас стало смотреть каких-то других ученых, да, иностранных, тех же, допустим, там немцев, австралийцев, новозеландцев и так далее, вот, которые, допустим, приходят к каким-то технологиям возделывания своих сельскохозяйственных полей, не участков в России, а именно сельскохозяйственных полей, они приводят, допустим, общие там доводы, говорят о том, что снижается плодородный слой, что происходит эрозия с почвой и так далее и тому подобное, вот, и почему-то люди считают, что, допустим, эти условия, которые были рекомендованы тому или другому климатическому там региону, у которого свой собственный состав в этой почве, да, что он может быть применимый для вашего участка. Вообще непонятно, да даже те, я говорю, рекомендации, которые дали, дает вот эта опытная станция, находящаяся именно в черноземном районе, где сохранено практически более, там, двухметровый слой, вот этот вот гумусный слой, черная земля, вот, он распространяется только на эти районы. У других, в других районах, допустим, уже не черноземная полоса, там, московская, там, ленинградская или там, уральская какая-то, там уже своя другая почва и в связи с этим, ну, даются рекомендации по мерам, принимаемые именно сельхозугодиями, да, полями, которые, там, распашные поля или еще что-нибудь, именно для этих почв и для этих методов, какое, какое отношение ваш участок имеет к этим рекомендациям. Вот это вот непонятно, да, как, допустим, если ученые доказали, что снижается плодородный слой на земле, именно в этих распашных полях, как вы определили, что на вашем участке плодородный слой снижается. Вы находитесь в этой черноземной зоне или, или к вам приезжали с этого института, делали эти замеры, да. Человек же сам на все, на глаз определяет. Он, допустим, посмотрел, а у него там, допустим, 20-сантиметровый слой такой черноземно подобный, ну, черная земля черноземно подобная, да. Вот, потому что чернозем, он, это совершенно иная структура, которая встречается только вот в этой области, да. Там, черноземная полоса России. Вот почва, которая находится у нас. Но даже для, допустим, для этой почвы я не могу себе применить, допустим, те технологии, ну, кроме некоторых, да, о которых говорят. И вообще, допустим, переход, допустим, моего участка на какую-то там природное земледелие, ну, реально это, ну, звучит как какой-то как бред, да. Ну, что там, допустим, рекомендует, да, сохранение почвенного слоя от эрозии, воздушной и водной эрозии. Знаете же, да, что такое эрозия? Воздушная, это когда легкие частички подхватываются ветром и, ну, уносятся за многие километры. И чтобы этого не было, на полях, в сельскохозяйственных полях высаживают лесополосы. Скорость ветра, она при этом, допустим, падает и уже часть почвы уже остается на месте, она не выносится. Да, было такое, там, в 30-е годы всякие разные степные ветра уносили столько почвы, что заваливали под самую крышу близлежащие села. Можете себе такое представить? Здесь, когда у нас по периметру растут всякие разные деревья, всякие разные насаждения, здесь нет открытых участков, постоянно что-то какие-то там, постройки и так далее, да. Тем более, что больше половины участка у меня под многолетние травы высажены, есть живая изгородь, воздушная эрозия практически мне не грозит. Водная эрозия, это когда вымывается, а также, допустим, верхний плодородный слой, тоже не грозит, потому что здесь нет таких потоков, и почва не образуется оврагов, и все это не уносится в речки и в какие-то там озера, да, не образуется этих впадин. Можно, конечно, допустим, увидеть, как потоки на дорожке сносят насыпанную там щебенку, да, образуется как бы такое русло, вот, оно идет до угла, и потом намывается вот здесь, вот, и получается не на моем участке, но на дорожке, вот, там поток останавливается, потому что там самое низкое место. Больше половины на моем участке это трава, да, и те, допустим, открытые участки, где я высажу какие-то культуры, это вот я построил высокие грядки, в которых то же самое органическое вещество в виде подстилочного материала, да, с навозом, оно является очень хорошим укрывным материалом, который замедляет процесс испарения влаги. Из почвы. И все, мне больше, как бы, делать этого не нужно. Там, где у меня были открытые участки, ну, вот, допустим, под смородиной, я здесь просто-напросто старую траву засыпал мульчирующим материалом. Она там, конечно же, перегнила, образовался какой-то плодородный слой, вот, впоследствии этот, эта мульча из коры деревьев, да, она разложится, и потом опять здесь я высею какие-нибудь многолетние травы с однолетними, с теми же самими бобовыми, и бобовые будут мне просто-напросто собирать азот из воздуха, как я это сделал, допустим, в травосмеси, вот, на моей лужайке. У меня здесь клевер посажен со злаковыми, трава это злаковые, вот, и все это вместе будет расти и одно другое кормить, да. Вот, все, больше мне здесь, как говорится, делать не нужно, и тем более, что в Германии, когда летом очень мало осадков выпадает, сохранить влагу, которая стоит довольно-таки дорого, да, проще всего это использовать какой-то мульчирующий материал. Тем более, что промышленность для этого выпускает всевозможные мульчирующие материалы, вот, допустим, та же самая мульча из лавы декоративная, да, выглядит декоративно, которую вот вы, рассыпая по поверхности, она имеет пористую структуру, рассыпая по поверхности, защищаете свои растения от излишнего испарения, и почва у вас остается и не уносится ветром, вот, и влага сохраняется. И впоследствии, допустим, я вот сюда как раз эту мульчу и внесу, да. Также можно использовать солому, которая является очень хорошим материалом, как источник питания, да, при разложении переходит именно в зольную форму все эти источники питания, доступную, и в то же время солому предохраняет от пересыхания верхнего слоя почвы. Вот, это понятно, но все остальное, вот это вот становится непонятно, и это реально, это выглядит как какой-то бред, и люди такое ощущение, как будто немножко сошли с ума, да, когда они начинают кидаться с одной стороны в другую, тем более, что классическое земледелие, которое существует, наверное, в большинстве случаев, отдельно от действий тех же самых товарищ, да, или, допустим, крестьян, ну, на сегодняшний день, да, в Германии это Баура, что Баура далеко не всегда действует так, как это было прописано сто лет назад. Они сегодня действуют, ну, в силу ряда множества причин, и сегодняшнее волнение крестьян в Германии, когда они там ездят в Берлине, заливают все навозом, все улицы, да, протестуя против этого ценного образования на это сырье, вот. Это вот тому подтверждение. Но классическое земледелие, о котором мало кто знает, да, и догадывается только, или вот где-то подсмотрели, и оно передается испокон веков, оно же не такое слишком сложное. Процессы в почве, допустим, происходящие, они там лежат, ну, не знаю, на поверхности. Но даже если вы это не знаете и действуете по наитию, внося ежегодно осенью там навоз, да, или, допустим, перегной, используете какой-то там раскислитель во избежание там действия вредных кислот на почву, и все, больше ничего делать не нужно, да, мульчируете там слой, вот, все, больше ничего делать не нужно. И все это работает, и работало, и никак, допустим, ваш плодородный слой, он никак не уменьшался. Ну, о, допустим, о гумусе, что это такое, я вам расскажу в следующий раз. На этом все, друзья, всем пока и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok